Апрель. Разгар режима самоизоляции. Белокуриха с высоты птичьего полета. Город вымер. Начало июня улочки Сибирской здравницы постепенно оживают. Заработали сувенирные лавки и магазины. Кажется, весь город в ожидании туристов. Они приедут уже 8 июня, в день открытия санаториев. Теперь каждый гость, который хочет заселиться в санаторий, должен пройти специальную процедуру. Ему измеряют температуру и он должен предоставить справку об отсутствии COVID-19. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Температура, обработка рук, справки об эпидокружении, анализы на коронавирус. Требования, как во многих других сферах и регионах. Но они, признаются в санатории России, отпугивают многих клиентов. В плане того, что не знаю, где его учить. Потому что не у каждого по месту жительства можно пройти этот тест. Люди с маленьких городков, либо с каких-то поселений. В принципе, может отсутствовать лаборатория. В лобби-бар большой компании не собраться и не выпить кофе только в номере или на свежем воздухе. А вот с питанием изменения есть, но не глобальные. Шведский стол как был, так и остается. Поменяется только его модель работы. Люди не смогут накладывать самостоятельно понравившееся блюдо. За этим они будут обращаться к повару. Повсюду дезинфицирующие лампы. Каждые два часа обработка помещения. Гостям нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра. Здесь будут наклеены определенные зоны. Убрана мягкая мебель, которая тканевая. В зоне доступа массаж и оздоровительная процедура. Но пока закрыт бассейн и спортзалы. Кроме того, введены ограничения по наполняемости санатория. В номере будет прибывать только люди, которые либо контактировали между собой, либо являются родственниками. Санатории могут быть заполнены отдыхающими лишь на 50-60%. К таким уступкам готовы. Согласны и тратят 650 тысяч рублей на еженедельное тестирование своих сотрудников. Но тут есть нюансы. Такая кратность тестирования для всего персонала. Надеемся, что скоро не будет востребовано. Потому что мы согласны с тем, что контактный персонал, такие как горничные официанты, медицинский персонал, которые непосредственно контактируют с гостем, они все-таки должны проходить тестирование и обследование. А персонал, который занят на вспомогательных производствах, это, например, прачечные, или водители, спецобслуживание какое-то, абсолютно не нужно. Такая-такая частая кратность. В понедельник в санаторий заедут 29 человек из Новосибирска, Кемеровской области, Алтайского края. В прежние времена в каждый новый заезд принимали от 120 до 150 человек. Но для сотрудников санаториев возобновление работ даже в таких условиях уже большая радость. Говорят, после двухмесячного простоя убытки миллионные, их нужно срочно покрывать. Красиво и уже привычно тихо. Вот уже два месяца санаторий Белокуриха не принимает гостей. Но уже со следующей недели сюда приедут сотни человек. Курорт Белокуриха – это три огромных санатория, одноименный Сибирь и Катунь. За два месяца они совокупно недополучили несколько сотен миллионов рублей. Зато расходов на миллионы, зарплату сотрудников и обеспечения безопасности гостей никто не отменял. Чтобы выйти в плюс, потребуются годы и повышение стоимости путевки. Убирать, соблюдать все эти требования Роспотребнадзора мы обязаны, а веселить человека по одному. Выросло на 10 процентов? 7-8 процентов. Поливают, ровняют, газон облагораживают. В целях безопасности гостей огромную территорию в 16 гектаров будут еще и дезинфицировать. У нас есть где погулять. Берегите свое здоровье. Поэтому гуляйте здесь. Пока санатории на старте, турбазы остаются под замком, они откроются не раньше 22 июня. Многие из них уже выставлены на продажу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.